Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришло следующее письмо. У Адамы и Евы было изначально два сына. Но Каин убил Авеля, потом появился Сиф. Откуда у них взялись жены? Справедливый вопрос, надо сказать, один из самых распространенных. Когда прихожу в школы или даже в училище, этот вопрос задают всегда. Ответ очень простой. Дело в том, что не все читают Библию до конца. Во всяком случае, книгу Бытия. Открываем и читаем. Пятая глава. Дней Адама. По рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. 800 лет человек жил. И Ева тоже приблизительно столько же. Представляете, сколько детей они родили? Огромное количество. Просто Библия — это не летопись. Не стояла задача перед Моисеем перечислить имена всех-всех-всех детей, которые родились от Адама и Евы. Написал только о тех, кто оставил глубокий след в истории человечества. Адам, Ева, Каин, Авель, Сиф, Иофет. Вот как пишет дальше книга Бытия. «И пошел Каин от лица Господней, поселился в земле Нод над восток от Едема. И познал Каин жену свою, и зачала, и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха. Чем дольше читать книгу Бытия, тем больше имен ты встречаешь на ее страницах. Понятно, что эти люди возникли не из ниоткуда. Не на парашютах их спустили. Откуда? Та с небес, дети Адама и Ева». Вы скажете, а что же такое кровосмешение? Что, разве такое было возможно? Да, в ту эпоху это было возможно и не считалось чем-то предусудительным. Но если мы себе представляем, опять же, людей, только что вышедших, изгнанных из рая, в таком виде, как мы сейчас выглядим, умных, благородных, уже знающих заповеди Нового Завета, выросшие в европейской культуре, то вы сильно ошибаетесь. Читали в учебниках истории человечества, как там выглядели древние люди, каких там жили палатках из бивня и шкур мамонта, как они там пищу добывали в каких условиях, какие картины рисовали в скалах, в пещерах. Люди простые были, примитивные. Ведь попав власть дьявола и душою, и телом, естественно, у дьявола не стояла задача оставить их такими же благородными, какими они были в раю. Исказил природу человеческую до неузнаваемости. Если хотите, звериная жизнь у них была. И почему Господь сразу не воплотился в тот же момент, когда Адам был изгнан из рая, в его же поколении, в его же потомках. Но никто бы не воспринял бы то слово, которое он сказал две тысячи лет назад. Люди не в состоянии были это понять, усвоить, услышать. Надо было выделить из всего человечества один род потомков Авраама. Долго-долго, много столетий, тысячелетий ввести их к тому, чтобы в этом народе родилась Дева Мария, через которую можно было бы воплотиться и дальше нести людям свет божественного откровения. Уже все древнегреческие философы к тому времени довели до максимума, возможного максимума, философскую мысль. Сократ, Платон, Аристотель. Люди смогли услышать и понять. Поэтому в высоких нравственных истинностях говорить в эпоху рождения Адама и Евы детей просто невозможно было. Со временем, да, это уже выкристаллизировалось. Но мы видим даже в Ветхом Завете многоженство принимается как некоторая данность. Так что не будьте строги к детям Адама и Евы, к их внукам и правнукам. Такая была эпоха. Раннее детство человечества. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова